здравствуйте туристы и милитаристы миру мир нет войне платон мне друг но истинно дороже и я сразу же начинаю с жесткого конфликта интересов почему потому что безусловно нож атак мазырин он будет пользоваться популярностью потому что он брутальный он сделан круто здесь все на рукояти или g10 или в данном случае алюминий видите здесь все такая рукоять очень классные продуманные ножны потому что как вы можете увидеть здесь у нас система молли в ножнах и вот этот вот петля вы задаете ширину петли которая вам нужна то есть например вот сюда вот про продеваете дальше в моле опускаете или если у вас какой-то тонкий ремень вот так вот или с помощью этой вот петли и пластикового вот этой вот основы можно физически куда-то на снарягу закрепить нож именно на молли рукоятью вниз рукоятью вверх горизонтально как угодно не важно если вам все это не нужно то вы просто снимаете вот этот молли basement и у вас совершенно такой компактный городской такой злый день плюс кнопка здесь не раскрываемая в ненужную сторону то есть здесь как вы видите вот специально есть такой такой флажочек за него собственно говоря мы можем кнопку эту раскрыть и в его сторону закрыть в любую другую сторону нет продуман продуман круто круто ножны симметричные до в ножнах сидит плотно до извлекаем тяжело достаточно извлекается вот такой вот красавчик невероятно брутальный невероятно хищные и прочее прочее и все бы ничего то есть он классный безусловно но он стоит на ламни и здесь даже дело не в цене но и в цене тоже потому что этот нож на ламни и стоит этот кинжал на ламни стоит 150 евро не поленился сейчас посмотрел там же из того же славного города маньягу на ламни и сейчас есть в наличии в продаже кинжал fox элементом стоимостью 79 евро и здесь кто не смотрел обязательно посмотрите вот уж где действительно продуманная система так продуманно этот нож это вообще один из самых лучших бэкап ников которые я видел ever вообще то есть он действительно он невероятно умный нож он невероятно там все просто мега продумано все очень классно именно если мы берем какой-то кинжалоид именно если мы понимаем что этот кинжал он рассчитан на какой-то именно ну назовем это так какой-то ближний контакт нож последнего шанса как угодно назовите и прочее прочее то есть он стоит прочь почти в два раза дешевле и на мой взгляд он гораздо круче и он на ламни тоже есть здесь сделали все для того чтобы именно любителям вот этого вот всего расплескалась синева вот вот этих вот всех тут видите как говорится и символика у нас воздушно-десантная и прочие прочие кучи всяких разных дырочек потому что нож ну кинжал я ничего не буду говорить он классный это именно в чистом виде пыряльник молодцы что добавили серейтер почему потому что здесь именно если мы берем некие условные стропы разрезание веревок и прочее прочее то конечно вот плейном при таких спусках это сделать можно но серейтером гораздо быстрее гораздо эффективнее я вообще считаю что такие кинжалы они должны быть полно серейтерными или опять же оборачиваюсь снова на лавнию возвращаясь вот вам пожалуйста элементом который снизу у нас идет плейновые и сверху заточен в серейтер то есть здесь на самом деле в чистом виде такая брутальщина вот как она такая вот чтобы будоражило сознание некая здесь присутствует я бы не я не побоюсь этого слова колодачность потому что он но какой-то сверху брутальный красивый невероятно крутой но повторюсь если не оглядываться на прямого конкурента приехавшего финляндию в лавнию из того же самого города откуда приехал этот красавчик здесь все очень по красоте все по уму нож атак мазари номер модели 920 теперь дизайн морис baroni длина 209 миллиметров длина клинка 79 миллиметров ширина клинка 23 миллиметра из которых только 12 на спуске при толщине клинка в 37 вы сами все понимаете ребята то есть здесь рез ну очень условный это именно пика это именно воткнуть на выходе выдернуть опять же серий тар здесь если бы был полный то это гораздо все опять же происходит эффективнее потому что с точки зрения нарезать это еще со времен кизлярского кайзера по сути просто всегда когда вы думаете как будет резать нож всегда себе мысленно представляете именно не ширину клинка а высоту спуска и толщину клинка получается что получается треугольник по сути правильно получается такой топорик в сечении вот и опять же если бы задумались призадумались могли бы этот момент решить через вогнутый спусков но не стали запариваться почему потому что и так все хорошо и так как говорится здесь парятельный момент присутствует нож конечно лучше работает ножом в перчатках но он весь сам по себе видите такой мега супер дупер тактический поэтому подразумевается что какой-то человек в юниформ им оперируют и у этого человека какие-то перчатки потому что рукоять интересное это облегчает это очень сильно облегчает нож очень классно а давайте я ттх все время ттх как только говорю про спуске все время про ттх забываю финиш клинка black coating сталь z50 c14 ну как бы что это давайте кто кто в курсе пишите 5860 единиц по шкале рокула заявленная твердость рукоять алюминий есть также на ламни и вариант g10 монтаж здесь ну как бы давайте назовем его условный я даже не знаю монтаж здесь получается накладной его тяжело назвать full tank почему потому что full tank имеется ввиду именно полный хвостовик когда у вас полный хвостовик и накладываются накладки здесь же у нас по сути момент крепления это вот эти три винта вот этот вот такой некий условный танк но при этом я могу сказать вот с полной уверенностью что здесь но у меня нет сомнений в том что на свои задачи какие-то этот нож совершенно прочный то есть здесь нет нет никаких сомнений в том что здесь вот этот хвост по сути не нужен потому что сам по себе он небольшой сам по себе он такой габаритный и опять же для того чтобы всунуть и высунуть здесь вот полный хвост по сути не нужен ну куча здесь разных тут хотите здесь темлячок хотите второй темлячок хотите здесь как говорится семён семенович на добрую память слова вдв живым не дамся и сюда еще чего-нибудь какие-нибудь черепа и прочую такую хеработину то есть здесь вот прям такая брутальность она просто брыжет в глаза за запредельная просто при этом вес всего 108 грамм легкий реально это чувствуется это прям вот действительно вот по ощущениям такой вот прям легонькая перышко ножны кайдекс и как я уже сказал 150 евро он стоит на ламни ну вот действительно прикольная тема потому что если вам это не нужно снял и носишь опять же если вам это не нужно совсем то вы снимаете вот этот вот кронштейн и просто у вас по сути получается такой ну легкий достаточно нож можно в кармане носить можно какой-то ульти клип придумать то есть какие-то вариации здесь присутствуют но в основном конечно же это крепление на снаряжение и прочее прочее все репе по сути мне добавить нечего здесь симметрично здесь брутально здесь очень круто все очень классно но еще раз повторюсь у него есть просто не потопляем и не убиваемый конкурент в два раза дешевле это кинжал элементум fox knives не смотрели обзор посмотрите реально очень очень классная штука спасибо за просмотр всего доброго пока и и и и и